Быстро летят недели. Быстро проходят годы. Сколько еще времени нам ходить по этой земле? Сколько еще нам отведено времени для того, чтобы собраться домой? Обидно, что мы часто тратим это время не на то, что нужно. Обидно, потому что очень много еще нужно каждому из нас сделать. И не только во внешней жизни, но самое главное, внутренней жизни. Господь бы говорит, в чем застану, в том и сужу. И поэтому хотелось бы что-то, что уже не нужно, не полезно, не созидательно, чтобы это уходило из нашей жизни. Но сегодня у каждого из нас есть свой график жизненный. И менять его, и перекраивать его стоит очень больших сил. Благодать Божия дает человеку возможность почувствовать, как можно жить и как нужно жить. И потом эта благодать оставляет нас и ставит перед выбором, хотим ли мы научиться так, как открыл, показал нам Бог. Или мы сдадимся и скажем, что мы ни на что не способны, что все равно грех сильнее, что все равно ничего мы не сможем изменить. И каким ты был, орел степной, таким ты и остался. Поэтому, конечно же, очень много важных, важнейших вопросов стоит перед нами. Но удивительно, что мы не пытаемся их решать. Мы оттягиваем потом. Не время. Не готов. А время идет. Время ваше всегда, говорит Господь. Поэтому, понимаете, когда мы сталкиваемся с внутренними, такими противоречиями, когда нам нужно идти вперед за Христом и делать очередной шаг вперед, нужно отвергнуться себя, чтобы нести крест. Возьми крест и иди за мной. Свой крест. Свои все проблемы, свои все болезни, свои все печали и скорби. А их много в этой жизни. В мире скорбны будете. И идти за Христом, понимаете? А внутренне, внутри человека, этот ветхий человек, грех, который живет в тебе, говорят, что бесполезно, бессмысленно. Не думай о небе. Забудь о своем небесном отечестве. Живи здесь, как все. А душа, познавшая Бога, не может уже жить, как все. И она разрывается на части. Она не может и боится жить по-новому, но по-старому она тоже уже жить не может. Это противоречие, оно очень-очень болезненно и мучительно. Можно, конечно, Бога где-то найти в своей жизни местечко и вместить его в тот ряд жизненных проблем, жизненных каких-то наших ценностей. И, может быть, даже мы хорошее место для него найдем. Но Господь говорит, дай мне все твое сердце. И поэтому, конечно, ты видишь в одном все свете, ты чувствуешь и переживаешь но твои переживания, твои чувства, твои настроения и состояния, они неправильные. А правильно это отвергнуться вот этого всего чувственного, человеческого, временного и услышать, что Господь говорит. Ведь Он говорит, не судите, значит, надо не осуждать. а как я не буду не осуждать, когда меня обманывают, когда мне лицемерят, когда меня за глаза обо мне говорят плохо. Вот как я буду, а как я и буду любить, когда меня ненавидят. И это такая мера, которую, конечно же, мы с вами своими силами не сможем не сможем вместить и войти в такую жизнь. Поэтому нам нужна благодать, нам нужна любовь. Это так, жизнь, когда человек может жить только так, тогда, когда Христос живет во мне. всяк грех содеях, всякую нечистоту вложил в душу мою и в то же время все могу о укрепляющем меня Иисусе. И часто, когда ты стоишь на грани вообще на грани отчаяния и неверия, и сомнения со всех сторон обступили тебя. И вот в этот момент действительно чувствуя дыхание смерти, духовной смерти появляются искренние, настоящие слова. Рождаются они в боли, понимаете, в муках рождается новый человек, новый человек, понимаете, который не верит себе, который не верит своему душевному ветхому человеку, который идет за Христом. И это сверх наших сил. Это новая жизнь, которая непонятна человеку, который еще не встретил Бога на этой земле. Это действительно сегодняшние наши какие-то обстоятельства, понимаете, и ты понимаешь, что каждый день будет нести все больше и больше проблем, никаких иллюзий ты уже не питаешь, но в то же время хочется, чтобы какой-то передышки, хочется какого-то маленького праздника, а его все нету и нету. И все тяжелее и тяжелее становится в душе. И вот наша задача все-таки не искать в этом временном мире того, что найти невозможно, а входить во внутреннего человека, Царство Божие внутри вас. Начинать разговор с Богом уже не просто так поверхностно, начинать, понимаете, все, что мы делаем, как мы живем, все это делать перед Богом. Начинать бороться. Бороться. И это борьба, это на грани, на грани идет. Потому что вот человеку кажется, что я уже больше не могу. А человек говорит, нет, я буду стоять до конца. Я уже все, я уже устал, больше мне уже, понимаете, терпеть я уже не буду. Сейчас я все разрушу. И внутри, и вокруг. Сколько нужно прощать, сколько нужно терпеть. А Господь говорит, претерпевший до конца, тот спасен будет. мы без доверия к Богу с вами не проживем. Самое важное для дьявола, чтобы внушить нам, что Бог от нас, мы безразличны Богу, что Он ушел от нас, что мы покинуты Богом, брошены это не так, это ложь. Но дьявол говорит, а где же? Ты молился, а все хуже и хуже. Ты просил, а потерял еще то, что имел. Ты хотел хорошей, спокойной жизни, а вот тебе и на. От тебя это было, Господи. И слава Богу, и за скорбь, и за радость. То есть, понимаете, как человек, как вот, знаете, керамическое мастерское, делается из глины какой-то кружка, какая-то миска, какой-то ваза, но она глина, понимаете, глина, она, это просто так, ей не будешь пользоваться. И вот эту глину обжигают в печах, и обжигают не один раз. Несколько раз надо эти обжиги делать, чтобы эта глина превратилась в сосуд, который можно готов к употреблению. Вот так и человек, наверное, вот эта глина, мы же все из глины, из земли. И вот нас Господь должен обжечь. Да не опалившим, а приобщением. Огн бо есть недостойное попаляе. Да, мы же причачаемся. Это есть этот огонь, который обжигает нас, который готовит из нас сосуд к употреблению. А мы говорим, ой, больно, ой, страшно, ой, я больше терпеть не могу, ой, ай. Понимаете? Но мы должны понимать, что это для нашего блага попускаются нам те или иные испытания. Когда в водоеме плавают караси жирные, они заболевают. Но когда там появляется щука, караси начинают шевелиться и становятся здоровыми. Потому что щука их может съесть. Так и в нашей жизни. Гром грянул, мужик перекрестился. А потом проходит время, может быть, довольно продолжительное время, и, смотря назад, мы видим, как мудро Господь все устрояет. Не будь этого, не будь этих каких-то испытаний, что с нами бы с вами было. Слава Богу, сейчас мы начинаем понимать, почему были попущены вот такие скорби, почему были пролиты вот такие слезы. Потому что иначе бы мы бы сейчас не были в храме. А сейчас мы были где-то в другом мире. Я уже говорил, что перед онкологическими операциями люди собираются, собираются, я прихожу, говорю, вы что, о чем мы будем благодарить Бога за вашу болезнь? Вы же не были бы здесь, если бы вы были здоровы. Да, батюшка, не были бы, конечно, нам было не до этого. А сейчас вот завтра операция, буду живой, не буду живой, надо молиться, надо просить Бога. Видите, что Бог хочет вот таким путем привести к себе? Ну, а какие другие пути? Как Израиль было выгнать из Египта? Озлобил Господь сердце фараона. Понимаете? И когда стал душить, убивать евреев, понимаете, надо что-то делать? Вот Моисей их повел. И то все не так. И там не так. И все ропот. Потому что рабская философия. Потому что рабская была жизнь. И человек привык быть рабом. Он не привык быть свободным. И сегодня, когда мир воспитал человека в рабском состоянии, в состоянии безумия, приняв или получив от Бога благодать, мы все равно скатываемся на понимаете, на жизнь в грехе. Это не обязательно грешная какая-то, понимаете, это не обязательно, что человек что-то делает плохое внешне. Но внутри он раб. Он не свободен. У него все на все свой счет. Он все ведет какие-то торги с Богом. Он все смотрит, сколько я могу отдать кому-то, а сколько я получу. Это рабское мышление. Когда человек все время насторожает, чтобы его не обманули, чтобы его не обошли в страхе. У него нет внутренней свободы. У него нет внутренней свободы. Свободу можем получить только в Боге. Когда человек отдает Богу все, а не часть. Не вы можете работать Богу и мамоне, но сегодня мы к этому не способны, мы к этому не готовы. И вот мы приходим в храм и отвоевываем драгоценные минуты, часы, может быть, иногда, для того, чтобы постоять в храме перед Богом. и как это трудно сделать, когда в голове какие-то появляются мысли, когда есть какие-то проблемы, когда у тебя начинают элементарно болеть ноги, или голова, или еще что-то такое, когда ты себя плохо чувствуешь, когда у тебя когда-то не слышишь ничего, понимаете, и думаешь, надоело мне уже эти часы стоять в храме, а надо стоять перед Богом, как свеча, горит свеча, это человек свеча. Если бы каждая служба у нас была как последняя, вот если бы в таком интервале, напряжении, в таком, как бы сказать, понимании мы были на службу, вот это последняя служба перед Богом, вот это сейчас последняя моя литургия, это последнее мое причастие. Всякое мы неотложим по печенью, и коре поднимем сердца. Но мы говорим, ладно, в следующий раз помолимся, а сейчас так, ладно. И кругом вот эти звуки, понимаете, кругом эти шумы, кругом эти какие-то, понимаете, все отвлекает человека. И можно себя в этом оправдать. Ну куда я, как я могу? Такой мир. А Господь будет говорить нам, я буду с вами во вся дни до скончания века. может быть, когда-нибудь случится чудо. И мы скажем, Господи, все, больше я для себя ничего не хочу, только все твое. Делай со мной все, что хочешь, обжигай меня как хочешь, понимаете. сначала огнем, потом в холодную воду. А это неплохо в холодной воде, понимаете. В холодной воде неплохо. Как-то так. Да, да. Я так вот для себя, понимаете, вот сейчас выходной есть, я там, да, есть такая, такой бассейнчик, там, резиновая, там уже вода очень холодная сейчас, очень, вот надо в эту воду впрыгнуть, понимаете, у тебя все замирает, знаешь, у тебя просто вода такая бывает на грани нуля, ну так, и вот ты все-таки так все думаешь, ой, ну зачем это надо, ну как, понимаете, ну что же и так вообще, а вот когда ты прыгнешь в эту воду, я вам, хитрости, понимаете, маленькие хитрости, надо прыгать сразу и под воду, чтобы ты никуда не делся, потому что когда ты, ой, и выскочил, а ты прыгаешь и ты уже под водой, и тебе уже некуда деваться, она обжигает, но ты уже не можешь, а потом, когда ты всплываешь, понимаете, надо пару кругов сделать, ну там маленький, ну не маленький, такой нормальный, и потом, когда ты выходишь, у тебя тело горит, тогда тебе становится хорошо, ты, кровь начала работать, понимаете, ты ожил, потому что ты спал, все у тебя болело, и даже, понимаете, вот я удивляюсь, вот ты простывший, да, и кажется, ну ты же простывший, куда же в это, оказывается, что это лекарство, вот я для себя это открыл, понимаете, и ноги, понимаете, ноги, ну болеют, болеют иногда у меня ноги, ну лучше становится, понимаете, потому что кровь заработала, потому что ты, вот так, наверное, и в духовной жизни, понимаете, нам говорят, ой, ну что это, понимаете, а когда человек все-таки, говорит, пойдет, понимаете, наперекор своему плоти и крови, когда человек все-таки устоит, сделает какой-то отчаянный, может быть, шаг, понимаете, а я буду стоять все равно. И тогда приходит благодать. Я так вот по своей жизни смотрю. Дай кровь, прими дух. Поэтому нам нужно прыгать. И чтобы не выпрыгнуть, как-то себя застраховать, что уже не выпрыгнешь, не надо. Лучше вперед идти. Хоть страшно, хоть тебя там не поймут, хоть тебя все оклеветают, а ты все равно, понимаете, если это ради Бога, это не страшно. И потом действительно есть результат. И когда душа привыкнет вот все-таки не считаться со своим каким-то спокойствием, да, со своим какое-то, да, вот тепло, все хорошо, все нормально. На самом деле ничего не нормально, понимаете? Ничего не нормально. Делай усилия в малом, и ты будешь верен в большом. Тебе надоело слушать, а ты послушай человека и скажи ему пару ласковых, хороших, утешительных слов. Тебе уже надоело, что тут вообще к тебе все пристают, что-то просят, а ты попробуй не пожалеть себя, а что-то сделать все-таки хорошее и не пороптать за это, понимаете? И вот когда человек идет на это, понимаете, тогда приходит результат. А дьявол говорит, да ну смотри, ты ж дурак, над тобой все смеются, ты смотри, ты делаешь, тебе это никому не надо, а потом скажут вообще, чего ты вообще к нам лезешь. Так часто бывает, да. Часто бывает, ты человека попытаешься помочь, ты переживаешь за человека, все, а потом проходит время, и человек на тебя смотрит косо. И это нормально. Ты же делаешь не для человека, а для Бога. А смысл, чтобы мы все-таки служили, служили друг другу и не искали здесь, на земле каких-то особых похвал и каких-то, да, премий. А именно мзда ваша много на небесах. И так постепенно мы переходим от внешнего к внутреннему. И уже не важно будет, как нам отнесутся, а важно, чтобы это было по Божьей воле. А чтобы найти эту Божью волю, нужно все время быть внимательным к себе, к тому, что говорят вокруг тебя, что слышишь ты вокруг тебя. Надо все время работать и спать. Поэтому такая встряска, знаете, в холодной воде, она нужна, в ледяной воде даже. Она нужна, чтобы не заснуть, чтобы проснуться, чтобы почувствовать, что жизнь продолжается. И вот как раз, может быть, так скажем, что причастие, когда человек принимает, вот это и есть, понимаете, такой момент очень важный для нас. Чтобы душа встрепенулась, чтобы душа почувствовала присутствие Бога. Чтобы появились силы, внутренние силы противостоять своей падшей природе, своему я, своему самолюбию, своему греху. Поэтому будем не жалеть себя, но в разумных мерах. Потому что есть другая. Враг видя, что человек готов идти на какую-то уже духовную, какой-то решительный шаг, он тогда человека атакует с другой стороны. Он говорит, о какой ты молодец, давай еще. Понимаете, вот в чем дело. Везде нужна мера, везде нужно рассуждение. Вот я вам рассказал про этот бассейнчик, где окунаешь. Так вот, смотрите, потом ты уже замерз, у тебя уже все сводится, а ты еще сделай кружок, а ты еще поплавай. А уже не надо, ты уже заболеешь дальше. Знаете, всегда нужны меры. Обязательно. Так и во всем. Вот как эту меру удержать, понимаете? Как меру удержать? Когда нужно промолчать, когда нужно сказать. Когда нужно потерпеть, когда нужно сказать, все, хватит. Больше я терпеть не буду. Это уже не полезно, это уже не по Богу. Когда нужно покрыть грех, никому ничего не сказать. А когда нужно человека обличить, потому что дальше уже, вот это, знаете, все внутри. Это все внутри. И если мы начинаем вот так вот осмысленно жить, то постепенно мы очень многое понимаем. Без слов. Без каких-то умных даже книг. Просто есть сердце, есть душа, есть ум. И они начинают работать. Знаете, мы начинаем видеть человека. Знаете, если бы мы начали видеть человека рядом с собой, разных, близкого, далекого. Если бы мы начинали его видеть по-настоящему, понимать его, какие были бы скандалы в семье. Какие бы были противоречия, понимаете. Это все по нашему темноте, по нашему такому, понимаете, твердолобости. Потому что сердце наше не работает. Потому что ум наш, понимаете, засорен. Потому что мы не понимаем друг друга. Говорим на разных языках. И это плохо. Муж с женой не слышат друг друга, понимаете. Прожившие всю жизнь. Это кошмар. Жена хочет жить духовно. А муж не готов к этой духовной жизни. Жене кажется, что она... Все, значит, иди, все, иди, спи в другую комнату. Иди вообще, у меня духовная жизнь, мое молитвенное правило, все. Что, понимаете, а муж к этому не готов. Вот я, ну, как приходится все время... И, понимаете, начинается разлад в семье. И бывают иногда очень, очень трагические окончания там всего. Хотя жена сама виновата. Потому что со своим христианством, со своей праведностью, со своим саможелением ты развалила свою семью. А прожили люди 20-30 лет уже вместе, а то и больше. Вот такое вот здесь, понимаете. И человеку кажется, что он христианин, что он уже духовно, духовно, понимаете, вырос. А на самом деле он не вырос, он эгоист. Я говорю, во всех этих... Вот мы живем, мы общаемся в каких-то коллективах. Понимаете, мы не видим друг друга. И мы не слышим друг друга. И от этого, понимаете, все это испорченные телефоны, понимаете. Нам видится одно, а человек переживает совсем другое. А почему это? Потому что я глухой, слепой. А Бог хочет, чтобы мы открыли глаза и увидели его. А мы его не видим, мы видим свое я в рамочке. Да, в рамочке. Может быть, уже у кого-то и нимб себе подрисовал. В святцах, понимаете. Вот я, понимаете, духовно. Я творю молитву. Я говорю, а ты вкусно мужа кормишь? Я молитву творю. Батюшка, у меня... Ты еще молитвы сусуешь? Это мне не важно. А ты вообще дома все сыты вообще? Да нет, я молитву творю. Такая чушь, понимаете. Такая чушь. И человек не понимает, искренне не понимает. Он думает, что он служит Богу. И так во многом, понимаете. Я не говорю, а не только в отношении с детьми, понимаете. Почему дети уходят от родителей и находят на улице где-то на стороне людей, которые их понимают. Потому что мы не трудимся, не воспитываем. Мы можем обличать, мы можем приказывать, мы можем читать нотации. Что там еще мы можем? А вот именно понять ребенка, уделить ему время. Понимаете, вот я сейчас услышал такую вещь, что современный человек, который трудится, проводит со своими детьми в день. Знаете, сколько времени? Семь минут. Вот это у меня, я просил. Это вот статистика. Вот как интересно. А потом мы говорим, а почему нас дети не понимают? Потому что мы такие родители. А дети, вырастая, будут повторять то же самое. Нету в семье уважения друг к другу. Каждый скандал в семье – это, понимаете, рана в сердце ребенка. Это рана в сердце ребенка. Представляете, какой стресс испытывает этот ребенок, когда родители его разводят. И потом мы говорим, да мы же старались, мы же кормили, мы же деньги зарабатывали, мы же учили. Вот и вся любовь. Вот и вся правда. Вот принять эту правду вообще о себе, какой ты, да? И тогда, вот ты только увидь себя, посмотри на себя, и тогда придет покаяние. Но трудно смотреть на себя, а легче смотреть вот туда и давать советы всем. Очень мудрые советы, очень правильные советы. Но вот себя-то мы и не видим. И это наша беда. Познай себя. Знай себя и хватит с тебя. Алло. Пожалуйста, все, что хотите, все, все Бог вам даст. Все нам дает Бог. А чего ты хочешь? Вот что вы хотите? В вечной жизни хотите? Или хотите, чтобы прибавку к жалованию? Или хотите, чтобы что-то, понимаете, поправить здоровье сегодня? Вот чего вы хотите? То Бог и дает. Чему, чего хочешь? А у великого Бога, как говорил отец Сафон, не надо просить, великое. А не гуманитарки. Гуманитарки мы и так можем где-то подкупить, да. Секонд-хенд есть такие магазины. Алло. Можно без телефона эсэмэски посылать через Бога. Напрямую. Где-то мама стоит на коленках, а сын где-то или дочь где-то. Далеко-далеко. Она молится. И вдруг там все, понимаете, меняется ситуация. Но у нас нет веры. Не хватает веры. Поэтому нам надо телефон набрать. Ну как ты там? Что ты? Да плохо все. Ничего хорошего. В этом мире скорбней будет тебя. И поэтому нужна молитва нам друг за другом. За наших близких, за наших дальних. И со временем, когда человек начинает переживать за одного, за двух людей, за трех, его душа уже, его сердце становится большим. Большим становится. И оно вмещает все больше и больше боли за другого человека. Оно может сострадать, сопереживать. И в нем поселяется Христос в этом сердце. Да, это очень красиво. Когда кажется, вот человек, и у него открывается вот это такое сострадание к ближнему. И он не осуждает, он не учит, он просто жалеет человека. потому что уже все всех научили. Понимаете, вот я смотрю наших братьев на подворье, ну уже все все научились. 30 лет человек в тюрьме его учили, что нельзя воровать, что нельзя обманывать, что нельзя, понимаете, пить. Все это он знал. Но не научили за 30 лет, понимаете. А что нужно? Нужно полюбить человека. И сказать, что ты можешь жить по-другому. что в тебе столько красоты. Ты это говоришь, а человек в тебя смотрит на глаза и обманывает. Вот понимаете, и здесь момент истины. Надо все равно верить. И когда ты теряешь эту веру, тогда очень плохо становится. На последнем собрании нашем, я говорил, в подворском, братья, наверняка обманывали. И даже на исповеди. И мне это было очень больно. Столько времени, и я засомневался. И это было для меня губительно. Потому что я впустил сомнения. Ну, какой смысл? Это был мой проигрыш. Я это почувствовал на службе литургии. Нельзя сомневаться. Надо всегда верить. Надо всегда иметь добрую мысль. Надо всегда смотреть и видеть хорошее. А иначе мы проиграли. Мы своим неверием закрыли врата милосердия Божия. но это по-человечески очень трудно. Тогда начинаешь понимать вообще ведь Христос пришел в этот мир и стал не Бога человеком. То есть человеческое естество его было. И как его отношения по тому окружению по той реакции людей. Потом по тем по тому как люди принимали его понимаете совершенно не понимая и пытаясь его любовь опять же в своих целях корыстных использовать. Кто сядет на правую сторону кто на левую кто будет главным понимать. а он идет умирать. Вот как это на кресте. Это страшно вообще. Вот откуда мы можем черпать силы. Вот эта любовь когда его распинает он молится. Вот эта любовь которая ради вот именно эта любовь мне сегодня дает надежду на вечную жизнь. И как я могу говорить о чем-то и жаловаться на что-то и говорить что мне что-то не так и плохо. Это черное неблагодарное. страшно. Но мы говорим и Бог нас прощает. Вот когда мы придем в такое духовное состояние мы будем видеть только свою вину. Перед Богом перед ближним перед всеми перед теми кто нас обидел кто нас не понял кто нам причинил какую-то боль. и вот это уже состояние оно уже дает надежду войти в жизнь вечную. Потому что те кто обижены те кто унижены те кто недовольны кто чему-то себя жалеет как он пойдет в царство небесное у него претензии к Богу а за почему а за что вот к чему нужно идти вот какая нас предстоит с вами обжигание в печах поэтому мы идем и принимаем этот огонь любви который нас опаляет который нас понимаете делает уже уже не жильцами на этой земле мы уже не можем жить на этой земле честно говоря потому что на этой земле ничего нового мы уже здесь не встретим если мы встретили Бога то уже надо остаться с Богом а Бог нам говорит иди за мной и он ведет нас уже не какие-то земные дали а наверх а пока у нас есть выбор направо пойдешь налево пойдешь как в сказке прямо пойдешь там жену найдешь коня найдешь там еще что-то найдешь мы еще все на перепуте куда же пойти никуда ты не пойдешь любая дорога приведет на кладбище куда ты не шел какая она она длинная она на кладбище кончится а мы хотим со святыми упокоиться или может пока не очень хотим потому что мы так много для этого не делаем но все-таки мы надеемся что мы встретим всех святых которые которые мы сегодня обращаемся всех интересно какие они как мы их увидим всех святых святитель николай подойдет к нам ну ты мне молился молился вот я а я за тебя молился вот интересно да какая так так интересно да что будет тогда и у нас тогда смерть выходит не трагедия какая-то мрачная а переход в новую жизнь встретим своих близких которые тоже на нас молятся если только попадем туда где светло а где темно там мы никого не встретим не увидим никого как и в этой жизни мы не видим уже сейчас никого то конечно вечности мы тоже никого не увидим потому что вокруг будет грех мое я гордыня она как стена через которую не проходит свет божьей люди поэтому конечно же хотелось бы чтобы все-таки все-таки не теряли надежды на то что можно жить по-другому и начиная с малого кончили большим отдав богу какие-то две лет превдовицы мы можем получить богатство которое неизмеримо никакими денежными единицами что неизмеримо 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 а неизмеримо нижней неизмеримо Продолжение следует...